Первых ординаторов выпустил Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. На их глазах разворачивалась большая история, когда отдельный факультет превратился в один из самых динамично развивающихся институтов ВУЗа. Первыми выпускниками стали 67 ординаторов по 23 специальностям. Поздравил их заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Поздравили дипломы людям, которые посвятили свою жизнь в самой, наверное, благородной профессии, о чем мы более полно стали понимать в последнее время с распространением вот этой вот пандемии, COVID-19. И когда все начали, как на Бога, смотреть на врача и ждать от него помощи. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета выпустил первых ординаторов. На их глазах разворачивалась большая история, когда отдельный факультет превратился в один из самых динамично развивающихся институтов ВУЗа. История медицины началась в Казанском университете с момента его открытия, когда ВУЗ носил императорский статус. Тогда, в 1804 году, были созданы кафедры естественной истории и ботаники, и анатомии, физиологии и судебной врачебной науки. Первый выпуск врачей был в 1815 году, а вскоре появились врачебные и медицинские факультеты. Ведущими светилами той эпохи были Карл Фукс, Эдуард Эверсмен, Семен Зимницкий, Петр Лесгов, а также Александр Вишневский, основоположник трансляционной медицины, талантливый хирург, создатель знаменитой лечебной мази, спасший жизнь многим раненым в годы Великой Отечественной войны. Выдающимся выпускником Казанского университета стал и Александр Вбаев, руководитель советской и российской части международного проекта «Геном человека». В 1930 году медицинский факультет преобразовался в отдельный институт, ныне Казанский государственный медицинский университет, а в 1933 был образован биологический факультет, который в дальнейшем стал основой Института фундаментальной медицины и биологии. В 2012 году он открыл свои двери для первых студентов, и на их глазах институт за 9 лет работы собрал в себе 30 научно-исследовательских лабораторий, 16 кафедр, 17 международных лабораторий, крупнейшие в России зоологические и ботанические музеи, а также площадки для практики будущих врачей. Это инжиниринговые и симуляционные центры, где студенты готовятся к реальной практике, учатся работать в команде на современных тренажерах. Проявить свои умения на практике будущие врачи могут и в созданной в 2015 году университетской клинике Казанского федерального университета. Это один из передовых лечебно-диагностических комплексов Татарстана, оказывающий все виды медицинской помощи. Нам дали тот уровень, который как раз-таки необходим для того, чтобы выпустить работу тоже хорошим специалистом. Я понимаю, что завтра я готов выйти на работу, как уже готовый специалист. По версии глобальных рейтингов, сегодня Институт фундаментальной медицины и биологии входит в топ лучших университетов России в разделе наука о жизни и клиника и здоровье. Диана Шеленкова, Фарид Захитоглы, Универньюс.